Вечер четверга обещает стать поистине волшебным для всех ценителей хорошей музыки. В столице Чувашии состоится концерт известных музыкантов Андрея Москалёва и Евгения Брахмана вместе с нашим камерным оркестром. Мы отправились посмотреть, как проходит репетиция. Самый высокий по звучанию инструмент из медных духовых и, безусловно, самый древний. Ещё в античности труба была сигналом на войне, а вот такое настало лишь в 15 веке. Свой внешний вид труба, может быть, и изменила, но мощность свою сохранила. Три трубы способны заглушить целый оркестр. Так, ну-ка попробуем. Всё-таки это не так просто, как кажется на первый взгляд. Современная труба по своему внешнему виду очень напоминает пионерский горн. Та же свёрнутая овалом трубка, которая, расширяясь на конце, образует раструб. Но в отличие от натурального горна и старинных труб, сейчас труба снабжена специальным вентильно-пистонным механизмом, который позволяет извлекать все ступени гаммы. Отдельно раструб снимается. То есть у меня дома ещё серебряный раструб могу поменять. Смотря, как мне удобно, какой тембр найти. А, то есть они отвечают по звуку ещё, да? Ну да, немножко этот золотистый звук. А у серебряного раструб более серебристая крошка такая. Вот уже 40 лет Андрей Маскалёв не выпускает трубу из рук и не представляет себя с другим инструментом. Благодаря виртуозной игре музыкант получил звание заслуженного артиста России. Но по-прежнему Андрей Маскалёв занимается по 5-6 часов ежедневно, чтобы не потерять форму. Когда себя чувствуешь уже счастливым, что позанимался, всё в порядке. Я помимо трубы, я на трубе пикало играю ещё. То есть у нас барочный такой стиль. Можно современные пьесы играть. Надо народ удивлять. Кому-то не нравится классика вообще. Он и не придёт в зал. А где-то чередовать так, чтобы, ещё раз говорю, удивлять публику. Первый фортепианный концерт Шостаковича с солирующей партией трубы. Романцы с кинофильма «Овод» и многое другое. Всё это чебоксарская публика сможет услышать уже завтра в зале филармонии. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.